всем привет youtube привет вот очередной раз приходим в гараж тут пишет полтора градуса и где-то 30 как я топлю печку вот все берем открыл пол эту открыл полностью это вот кинул дровишки слышим уже гул пошел то есть печка входит в режим потихоньку прикрываем и тут прикрываем то есть делаем рубля вот вот условно у нас считается 0 вот процентов грубо делаем 50 процентов здесь тоже самое вот так делаем вот так 50 процентов печка немножко прогорит режим кидаем обычные дрова и начинает топиться вот это ну как бы ребята как в интернете много чего ну вот интересно так сказать задали вопрос уже с ними вы растапливаете какой топите и как там чего у вас получается вот и все сейчас я как бы дам немножко прогореть хоть какие-то огоньки появились и накидываем вот эту красоту если надо чтобы было жарко и быстро берем вот тут молотков куча ложишь вот так на рельсу вот вот условно вот берем вот таким макаром один раз пока раз поломал два поломал поломал вот все поломано вот открываем пастью открываем полностью там уже коньку прогорает у нас и загружаем вот эту красоту вот но когда нам надо быстро когда нам надо быстро набрать тепла я вот полная процентов на 15 прикрыл и здесь тоже вот полная тяга чуть чуть меньше там не 50 процентов процентов 40 прикрываю то есть что было тяга было горение чем вот эти дрова дсп на мой взгляд эффективнее эти все-таки горят как бы они поддерживают а эти дспшки дают хорошую температуру то есть там во первых воздушные пузыречки какие-то она пористая вот там какой-то клей или какая-то химия которая горит и дает более единицу времени как бы единицы объема этих же условно дров дает больше тепла выделения ну естественно тяга мы открываем пост потому что в данном случае если нам надо быстро натопиться когда мы пили в гараже хорошо красиво тепло вот мы потом берем загружаем вот такие дрова вот прикрыл пополам а то и чуть ли не совсем и она потихоньку осица а когда ухожу я я беру перекрываю и там и там все-таки отверстия остаются дежурный и она еще долго долго потом горит то бывает утром пришел разгреб там еще угольки живые ну вот как бы показал либо такой либо такой вариант вот начали мы топиться вот опять же повторюсь тут вот я смотрю как бы вот так снять вот полтора градуса там пишет 1,9 но он брешет там градусов 6 или 7 посмотрим что нам скажет что нам скажет яндекс яндекс что нам скажет ну на улице я не полтора градуса минус вот пишет он где-то вот минус 5 как мы видим до минус 5 а может побольше ну вот в общем снежок ветерок как видно тут как бы чувствуется что градусов сетей грубо говоря холода вот так печечка потихоньку топится это я к тому что ну люди задают вопросы опять же видео было можно включить вот вентиляторы у меня кто смотрит мой канал знает вот они пропали через вот эти вот трубочки снизу вверх но в одном случае еще печка как бы прогрелась слабо необходимости и смысла в этом надо чтобы печка вошла в режим чтобы она прогрелась вот вот есть у нас пирометр вот 70 градусов это вот и на выходе тут 30 вот 30 градусов на выходе это фигня 11 то есть к у нас холодная ну тут вот уже передняя к к приближается к 100 градусов ну собственно здесь же и происходит самое яркое горение вот пока печка не войдет в режим и вот так не прогреется смысла включать вот эти вентиляторы вот видите на выходе у нас из пить 40 градусов грубо вот нет смысла включать эти вентиляторы только будут гонять холодный воздух охлаждать печку и она больше входить в режим ну все пока ставим на паузу потом продолжим а в принципе если прям уж очень надо и быстро вот открыли и тут облетут как бы не жалеем дров форсируем события вот ну сейчас у меня тут небольшие домашние поломочки холодильника тут вот когда-то я ее клеил надо сделать вот эту штуку сделать скинулся блин один другом нету ни хрена как заговоренные ну вот при час восстанавливать проклеить пропаять и что-то еще послужит а печка наша будет гореться вот такие вот дела продолжаем наш небольшой фильмец вот прошло 3 4 5 минут как мы видим все будет во весь рост естественно что если на что померяем температурка тут подросла ну вот видите да грубо 300 градусов до вот грубо ну я округляю вот что здесь видим здесь не 20 и не 30 а 150 170 вот то есть печка ваш режим вот если нам надо продолжать топить пить резко быстро то есть нам стоит допустим задача страна топить помещение скажем за короткие сжатые сроки мы продолжаем так топить чтобы так сказать повысить эффект обогревания а рада то есть конвекцию тепловую повысить включаем вот эти вот вентилятор чеки они гонят все таки воздух более холодный вот они войти дуют воздухом холодным с пола вот здесь у нас на полу температура мы видим там 10-12 градусов вот здесь они забирают здесь конечно может быть чуть побольше тоже вот с пола холодный воздух 11 градусов и выплевывают его вот таким вот паром то есть отбирают опять же в единицу времени больше типа но как мы видим и воздух заметно похолодел то есть мы через эти раскаленные трубы бываем больший объем воздуха он более холодную он охлаждает но зато у помещения в единицу времени у нас поступает больше тепла собственно вот о чем идет и речь вот как когда на топите ну и по гаражу собственно уже чувствуется что температура к как бы подросла вот нам надо надо быстро вот мы и топим вот здесь уже здесь уже мы видим 2 и 8 есть уже там градус какой-то мы за 35 минут нагнали вот я нашу будет эта красота у нас это у нас пока что не прогорела она горит уже можно так сказать подбрасывать а такие небольшие кусочки забивать ее тоже целиком битком смысла не имеет поскольку так сказать горение будет немножко затруднено это все равно что разговаривать с полным ртом вот сейчас печка кочегарится и и так без всякого она и чувствуется кочегарится полный рост и по звуку слышно как говорится по выхлопу и по всему что максимальный эффект вот это так мы допустим если резко быстро натопить и пришли на улице холодно у нас резко топим на иногда бывает надо поддержать когда поддержать этого другой мы берем закидываем эту печечку прикрываем вот эти все вентилёчки вот у ебутным как нам удобно но обычно пополам а то и даже поменьше и сидим как говорится у нас комфортная температура в данном случае комфортная температура я считаю когда вот здесь вот и не на этом термометре брехуновом вот уже 33 и как быстро растет температура я еще так сказать не выключала разговариваю еще прибавилось еще потому что вот максимальная теплоотдача печки печка вошла в режим она производит максимальное количество тепла в единицу времени и мы его быстренько быстренько от печки отбираем то есть мы не хотим чтобы грелась вот эта труба на красная мы хотим чтобы максимальное количество тепла оставалось в гараже улицу улицу сами вы понимаете при вот таком раскладе снежок идет красота вот мы никогда не надо чтобы стало комфортно поэтому вот такие мелочи тоже тут чуть сквозило вот тут ручки открывания так сказать были щелочки вот и вот с позволения сказать мелочи да они снижают теплоотдачу как мы видим и сверху хороший ледок так что вот так продолжаем топить и видим опять же уже четыре градуса то есть практически при вот таком вот раскладе вот вот печка вот она печка а вон он градусник азади и опять же он на холодной стене и на этом градусники в едини так сказать условно в минуту получается почти градус да эта печка просто волшебная и самое главное что ничем не вонит не сквозит не сифонит никакой гадостью не маслами не копоти ничего здесь здесь приятный запах дров и приятное нежное тепло и опять хорошо вот чем хороша такая печка вот все знают есть буржуйки или были возле буржуйки стоять невозможно а заходишь извините вот сюда вот ввери здесь колотун а к буржуйки подход стоять невозможно дышать невозможно а тут температурка водка видим опять же пока разговариваем уже или пять десятых градусов опять же повторяю это на холодной стене вот то есть тут все в принципе в пределах разумного поэтому вот такой вот вариант он очень очень эффективен вот минут за 30 за 35 40 можно натопить гараж до комфортной нормальной температуры спокойно переодеться в обычную рабочую еду вот но не трусы и пляжные тапочки а в костюмчик там пирочек вот ну сапожки такие чтоб ноги не промерзали все-таки полтонные это я так сказать беседую с гаражниками и потом спокойно спокойно работать не мерзнуть и порно себя чувствовать и опять же работая вот такими вещами как покраска или же без покраска здесь надо чтобы температурка была хотя бы хотя бы это 20 градусов а можно там ну я считаю комфорт температура вот для человека где-то 24 градуса вот но обычно обычно по зиме как бы 24 мне может быть жарко потому что здесь 24 а там выходишь условно минус 10 как нужно иногда надо выскочить кому-то что-то посмотреть кому-то глянуть кому-то что-то ответить ну и так далее вот вот так вот греем 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 сейчас открою еще раз покажу как у нас творится вот шурует тут вовсю прекрасно и эффективно все горит максимальная отдача вот и все у нас хорош так что вот так а потом если вы попили у вас на градуснике там на вашем ли вы ощущаете опять же вот разговариваем пока говорили но минуты не вот уже 5 и 7 вот то есть там и говорим градус 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 вот что дают эти паттеры они максимально эффективно отбирают тепло от печки потому что печка горит максимально и дабы не топить улиц мы купим гараж а потом это все можно выключить выключить до закрыть по минимуму эти замки вход и выход и поддерживать нужную вам температуру периодически то раз там в час полтора часа подкинуть пару дровиняк и пусть они поддерживают тепло потому что уже и помещение идет в режиме печка и как бы все тут прогреется и все будет нормально я вот вкратце так может где-то нудно может где-то нудно но просили осветить вот как вы греетесь расскажите покажите мне длинное письмо написали а то мы вот тоже в гараже тут у нас холодрыга и прочее вроде и утеплились и все а холодно вот еще раз повторюсь значит когда надо поддерживать тепло мы пимся обычными дровами когда надо так сказать максимально дать старт я топлюсь вот такими дсп-двп отхода вот такими вот и они прекрасно горят эффекта горят как вы видите очень хорошо они горят и максимально быстро натапливают помещение хотя помещение извините высота вот здесь у меня 3 4 на 6 6 4 24 3 грубо 25 на 3 75 кубов вот это из 5 кубов объема плюс вот такие холодильники как ворота они широк широковатые чтобы заезжать было удобно плюс у меня там еще вот вот это как бы фальшивая стена это тоже она так сказать мерзает потому что здесь у меня балкон еще здесь тоже показать допустим что у нас здесь вот мы видим допустим вот здесь температуру до 3 градуса там на стене и здесь вот до 119 то есть печечка лупит был вот и здесь вот на выходе практически 300 градусов вот лупит отсюда естественно понимаете схема таких сопел по 300 градусов отапливать быстро и смотрим что у нас здесь видите а буквально вот он холодильник рядом видите вот так вот и хоть у нас тут и холодильник сейчас на улице что тут творится ради хохма потому что может так что-то тут показывает он тут называет минус 4 3 4 6 где-то 6 градусов до 6 7 плюс опять как мы видим ветерок вот получилось так сказать подводим итоги наших разговоров прошло не то времени очень ножка пока мы с вами беседуем тут 20 здесь показывает 7 и 8 но вся сюда будет 8 но в гараже уже тепло комфортно и можно сказать в какой-то степени я вот в одежде я вот в одежде тут зашел пока что вот возле печки вообще тут поэтому я не буду больше мудрить и переживать дрова мне это не надо уже статан вот я закрываю вот так полностью закрывая здесь здесь вот и немножечко еще собью температуру с печки вот и пусть она потихоньку 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 протапливает а вот так я топлю свой вот когда холодная так сказать да и паш когда не холодная потихоньку вот тоже дровишки есть это так сказать долгоиграющие дрова их он там лобзиком попилил вот они тут лежат не мешают высохшие попилил лобзиком покидал в печь долго долго работают я на ночь оставляю утром пришел в гараже тепло там 79 градусов вот и все и я спокойно протопился 20-30 минут пока тут переоделся то все вот пока сам режим вошел и в гараже уже тепло и комфортно работать все я надеюсь на ваши вопросы ответил все объяснил долго нудно подробно все если кому-то что-то непонятно пересмотрите вас это видео все всем привет пока пока удачи вот еще маленькое добавление маленький по скрипту вот я как бы протопил я сейчас от не буду я пришел просто протопить сейчас пойду там пообедаю ты пока приду будет нормально так вот я выключил тут все это вот все перекрыл вот и как мы видим сейчас мы здесь и здесь на супер что получается в таком случае как мы видели вот из этих практически 300 градусов выхлоп был сейчас ничего у нас не дуется вот все закрыто все на супер доме что у нас получается 130 грубо говоря по мод 150 вот то есть печка сейчас вот находится на минимальном горении там вот ли уже там все в принципе прогорела вот 130 там стопа код 150 160 но грубо 150 градусов труба у нас уже как мы видим здесь 60 здесь вверху она 40 уже так далее вот передняя стенка конечно будет чуть побольше вот по 107 да ну 170 считай 170 градусов вот и все все как бы хорошо мои действия я сейчас опять же еще раз повторю я пришел протопить пойти пообедать там и подки поработать я сейчас открываю вот так вот у меня хорошие шикарные вот а ты закидываю вот так вот дровиняки уже которые будут долго играющими как мы видим сразу же тут все зашевелилась вот этого достаточно вот немножко тут даю чтобы вот так было для горения как бы в ходе вот вот наша светная часть все уже пошло горение вот беру еще сюда тут уже не лезет а мы его положим вот вот так сделал как мы видим мигом пошло гореть ну у нас открыто как слышим сразу же пошла тяга печка начала трещать резко прогреваться то есть 33 стресс пошел и здесь вот начало сейчас я и дам там пару-тройку минут разориться чтоб внизу все нормально было закрываю все на минимум то есть так по нулям закрою все здесь данном случае даже когда я вот так там сегмент не круглый у него выборка где-то под 40 градусов сейчас покажу вот маленькое пояснение значит вот та которая на выхлопе она закрывается вот так у нее вот такая выборка то есть части там нету дырка а передняя сделан так что у нее она вот так немножко и то есть вот эта часть не заштрихованная она всегда свободно ты не крути не закрывай и здесь вот такая еще прорезь вот там а то есть то что вот мы видим заштрихованная на передней чем вот там мы не можем закрыть а на задней части даже пипа полностью вот такая часть у нас открытая вот так вот такие вот фокусы то есть чтоб не угореть не задохнуться тут и не вот предусмотрено сзади выхлоп так сказать почти впереди поменьше вот такая вот конетель вот опять же сейчас и покажу уже так сказать все там пошло гореть все загорелось все пошло нормально гореть можно закрывать вот закрывать ли так вот как мы видим да тут все равно вот здесь не плотно я обычно вот так вот на минимум ставлю она сколько 10-12 процентов здесь же перекрываю полностью почему потому что я знаю что в этой части у меня получается 25 процентов открыто и все и на удах потоньку квасится дрова очень экономно горят собственно горят они там клеют и тем не менее печечка тепло отдает отдают все всем удачи пока пока я думаю теперь как бы разжевал все всем все ясно всем все понятно все пока пока и Продолжение следует...